всем привет стек оверфлоу опубликовал результаты опроса опросы были проведены в январе сего года вот и вот наконец то есть результаты ну вдруг кто не знает что такое стек оверфлоу то это популярная система вопросов и ответов вот разработанная в 2008 году здесь вы или кто-то задает вопросы и люди отвечают и есть система рейтингов лайки и дизлайки хороший ответ или плохой ответ вот и все такое вот но давайте к результатам опроса эти опросы они проводят довольно таки часто но я не знаю насколько часто мне кажется каждый год вот но вот давайте посмотрим на результаты 2018 года то есть как говорят в стек оверфлоу over 100 и 3 0 девелопер приняли участие в опросах здесь вопросов много все мы разбирать не будем так как это долго и бессмысленно но по основным пробежимся а дальше приглашаю вас самим посетить этот ресурс может быть даже зарегистрироваться ну и в общем даже его посещать кстати кто не знает на стек оверфлоу также есть всякие вакансии вот брови джобс вот есть можно по разным странам посмотреть какие есть вакансии ну и все такое и так география география отвечающих но тут сша 26 процентов ответивших ну да ладно давайте посмотрим россия 2 и 9 процента украина 1 и 3 от общего количества беларусь где ты вот а вот 0,3 больше всего тут конечно же на это сша 26 индусы индия почти 14 процентов ну ну великобритания 6 и 3 ну и все такое так дальше вот можно посмотреть по карте и так ну вот самый первый вопрос кто же ты есть хуис ху и оказалось backend разработчиков 57 даже почти пятьдесят восемь процентов вот такой а меньше всего маркетинг of sales professionals какие-то манагеры здесь есть дизигнеры администраторы ну как мы видим больше всего это backend full stack и фронт-энд разработчиков так дальше делали ли вклад в open source нет и да то есть пятьдесят шесть процентов не делали скорее всего копипастили из open source а вот и использовали своих продуктах ха-ха так является ли кодирование хобби да для 80 процентов круто наверное и так что у нас тут идет дальше сколько лет изучает я так понимаю здесь программирование да в общем и того больше всего у нас 24 почти 25 процентов это от трех до пяти лет а сколько лет профессионального кодирования то есть программирование больше всего опять таки они вот до двух лет 30 процентов татара татан так что тут еще интересно здесь все интересно на самом деле потому что я это просматриваю второй раз и как бы точнее перед записью просмотрел второй раз и опять какие-то новые вопросы для себя увидел поэтому советую всем зайти и для общего развития посмотреть так что у нас тут еще тип образования есть есть у нас где-то не были вопросы по поводу по поводу какое у вас образование вот ну стать то есть вот пол женщины и мужчины и не определившиеся вот дальше раса самое интересное белый или европее за но европейная раса но есть и черные на мой взгляд не полик корректно но зато правда так ориентация сексуальная зачем она здесь но может быть надо образование родителей и кто у нас тут выиграл у нас тут выиграл 29 процентов это если не ошибаюсь эти это магистры это бакалавры вот образование бакалаврата так 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 чё у нас тут еще это опыт по полу то есть у мужчин больше всего вот от 3 до 5 лет 21 процент а у женщин тоже 3 до 5 30 процентов дальше еще возраст средний средний возраст 25 34 года вот почти 50 процентов средний возраст по странам вот 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 так давайте дальше посмотрим вот интересно как много времени разработчики проводят за компьютером и и побеждает 9 тире 12 часов 52 процента меньше чем час это 0 3 процента наверно студенты им или какие-то ман не манагеры должны тоже ну да ладно так сколько времени вне компьютера то есть имеется ввиду вот здесь написано это что-то куда-то кто-то вышел а вот и и того лидирует у нас один два часа да тяжело все в нашем мире разработчиков так 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 и по языкам наиболее популярные технологии джаваскрипт выиграл почти 70 процентов дальше html css sql и все такое так тут где-то был интересный вопрос сейчас я его найду вот он типа самые любимые желаемые и нелюбимые языки и в любимых выигрывает раст почти 79 процентов вот си плюс плюс у нас 46 процентов языка си здесь нет окей нелюбимы вижу basic ну кто бы сомневался что вижу в бонет тоже там же в ба там же ну интересно да вижу basic 6 в бонет и в ба а дальше об джекте все да там могут вытечь глаза с этим синтаксисом ну непривычно очень вот так же ё-моё почему си не любят 62 процента си плюс плюс 53 хорошо давайте как бы желаемые я так понял пайтон хотят я так понимаю это я так понял изучить 25 процентов дальше си плюс плюс 10 процентов оси почти 6 процентов и об джекте все всего лишь 2 и 6 процента ну да то есть хотят 2 и 6 процента изучить а они хотят не любимы это 70 процентов так что тут еще еще было интересно но это по технологиям wanted кордовок самарин я что-то ни одной из них не знаю я ну как вот это знакомо это знаком чут это такое все но это тут в основном веб принимали участие разработчики и так и так и так давайте еще пару интересных вопросов найдем а вот у нас самые любимые нелюбимые платформы linux 76 процентов не люби sharepoint windows phone wordpress да ладно желаемый до android разбори пи добро 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 так самые популярные среды для разработки среда окружения вот да вижу студия код но насколько я помню это по моему кросс-платформенная ерунда и под линуксом можно скачать по моему даже из официального репозитория вроде могу ошибаться дальше visual studio по вот это порадовало notpad плюс плюс 34 процента так в веб-девелопера это вижу студии код ну да это те что на нет пишут она как бы сейчас кросс-платформенная то есть можно сайт эти клепать и под windows будучи работа в операционной системе windows либо linux либо еще чего-нибудь так мобайл девелопер android studio выигрывает но notpad плюс плюс и везде как мы видим не отстает для сис админов vim да и максу есть интересно вот и макс 5 процентов а этот 40 хорошо ну да ладно я думаю больше это у нас наиболее наиболее высокие зарплаты это в глобальном глобал а это по соединенным штатам кстати по каждому опросу вот здесь внизу можно четко увидеть сколько человек реально участвовало в конкретном данном вот вопросе да там по зарплатам 56 тысяч всего лишь ответили вот ну технологии си си плюс плюс ну которые связаны да здесь тоже графики в общем здесь много всего интересного поэтому советую переходить и ознакомливаться для всеобщего развития поэтому всем спасибо за внимание всем пока